Что такое туннельное зрение и как в него не попасть, то есть в это туннельное зрение. Разберу вам, например, на таком примере, как человек потерял работу и он начинает, человек тревожный, и начинает себя накручивать. Он все время думает, вот я потерял работу и что мне теперь делать, как мне найти другую работу и вот эти мысли он все время себя накручивает. При сильной тревоге получается, как бы отключается одна часть мозга и включается вторая часть мозга. То есть человек в спокойном состоянии может думать, а в тревожном состоянии он либо плохо думает и у него получается вот такое, как бы, загон. То есть вот этими мыслями, а что делать, как, 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 человек себя вкручивает, раскручивает, раскручивает, тревога усиливается, усиливается, усиливается. И вы попадаете вот в такой момент, он называется туннельное зрение. Туннельное зрение это когда человек видит только на 36 градусов, то есть это примерно получается вот такая штука. У вас сужается зрение и оно становится как бы узким и будет у вас критический ответ, что все плохо и вы как бы упираетесь в стену. При спокойном мышлении работает другая часть мозга и там получается 210 градусов человек видит. И то есть мозг тогда находит ответ на волнующий вас вопрос. Вот как это происходит. То есть при тревожном 36 градусов вы попадаете в туннельное зрение и упираетесь в тупик, выхода нету. При спокойном мышлении мозг всегда на 210 градусов всегда найдет ответ. Что делать, когда вы попадаете в туннельное зрение? То есть это как бы идет самонакрутка себя вот этим тревожным мышлением. В этот момент наша задача это остановить это мышление. Способы остановки мышления я уже рассказывал. Это как бы скомандовать мозгу стоп, хватит. Либо сфокусироваться на какой-то другой предмет. То есть перещелкнуться вот с этого мышления. И когда вы перещелкиваетесь и тревога у вас опускается, тогда можно найти рациональный ответ на вашу вот безвыходную ситуацию. Вот зная эти моменты, как это делать, вы сможете не попадать вот в это туннельное зрение. У меня оно пару раз происходило и такие интересные вещи, кстати, тоже было как бы про работу сложности. Я попал в такое туннельное зрение, но стоял знакомый и как бы со стороны сказал, ай ерунда там, сделаем так. И у меня получилось, я переключился на его ответ и как бы меня перещелкнуло вот с этого туннельного зрения. То бишь вы поняли, на туннельном, на сильной тревоге отключается, по-моему, периферийная часть мозга и включается лимбическая часть мозга. То есть при периферийной, когда человек думает, олимбическая, там уже как бы вот он либо плохо думает, либо вот таким загоном вкручивается. То есть тревога вкручивает человека в попадание вот этого туннельного зрения. Вот. Вот что я вам сегодня хотел рассказать про такие моменты. Ну, я бы их назвал, как называется, загон. То есть человек сам себя вкручивает до такой степени, пока они своим мышлением не упираются в стену как бы безвыходной ситуации. Все как бы тупик и как бы он больше других ответов не видит при туннельном зрении. Так. Все. Спасибо, что я вам хотел рассказать сегодня в моем ролике вот про эти, про туннельное и периферийное зрение. Спасибо за внимание. До следующего ролика.